Эстония, которая является членом НАТО, заказала американские системы Хаймарс вместе с высокоточными GMLRS, а также баллистическими ракетами Атак МС. Соответствующий договор между Эстонским государственным центром оборонных инвестиций и американским агентством по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности был подписан 2 ноября. В рамках договора, кроме реактивных систем залпового огня, Эстония также закупит боеприпасы и средства связи. Также соглашение включает решение вопросов, связанных с обучением и логистикой. В пакет также входят различные ракеты, дальность действия которых составляет от 70 до 300 км, рассказал глава отдела вооружений Центра оборонных инвестиций Рамиль Лип. Поставка первых систем Хаймарс ожидается в 2024 году, а общая стоимость сделки оценена на уровне более 200 миллионов долларов. На практике это означает, что эстонская армия получит возможности по поражению объектов армии России на значительном расстоянии от границы. Кроме того, под прицелом оказываются Санкт-Петербург, Псков и Новгород. Конечно, речь идет не о самих городах, но точно о военных объектах. В частности, пункт постоянной дислокации 76-й десантно-штурмовой дивизии в Пскове, включая авиабазу, главный штаб ВМФ РФ в Санкт-Петербурге, позиции средств противовоздушной обороны и много других ключевых объектов всего западного военного округа РФ. На фоне этого можно вспомнить, как в России в 2014 году после введения Западом санкций начала продвигать фразу «Не смешите мои искандеры». Они были развернуты в Калининградской области, а Кремль активно ими гремел. Кто сейчас смеется, делайте выводы сами. Спасибо за просмотр. Отслеживаем ситуацию далее вместе.